Затмение Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о затмениях. Когда произносят слово «затмение», обычно имеют в виду такое вот таинственное явление, когда солнце вдруг внезапно пропадает, закрывается черным кругом, и в небе вспыхивает красивая и непредсказуемая картинка. В былые времена, конечно, затмения наводили страх и ужас, потому что неизвестно было, появится солнце обратно или не появится. Рассказывают, что даже люди, особенно в Китае, выходили из дома, гремели, шумели, проводили разные звуки, чтобы прогнать того самого дракона, который поглотил солнце. И вы знаете, всегда не было исключения, всегда дракон пугался и уходил, и солнце снова появлялось на небе. Так что оказалось не такое уж это и страшное явление, особенно сейчас мы не должны его пугаться. Но солнечное затмение, о которых я только что говорил, это не единственное явление, которое охватывается термином «затмение». Термин очень широкий, и по иронии судьбы именно солнечное затмение, по сути дела, затмением-то и не является. Его так называют исторически, ничего же с этим не поделаешь. Есть еще второе исключение, о котором я скажу ниже. Но по сложившейся астрономической терминологии затмением называется такое явление, когда наблюдаемое нами небесное тело попадает в тень другого небесного тела. А Луна, ни Солнце в этот момент ни в какую тень не попадают. Здесь происходит другое явление. Луна закрывает от нас светящееся Солнце. То есть одно небесное тело закрывает от наблюдателя другое небесное тело. Такие явления называются покрытия. Да, от слова «закрывают», а не затмение, потому что в тень никто не попадает. Как затмение, так и покрытие могут быть весьма-весьма разнообразными. Об этом сегодня поговорим. Но еще раз скажу, что по традиции все-таки покрытие Луны и Солнца по-прежнему называют солнечным затмением. В наше время одни легенды ушли, появились другие легенды. И, к сожалению, мне приходится наблюдать, что в разных программах, роликах на Ютубе, которые заявлены как образовательные, несут откровенную чушь, в том числе и по поводу затмений. И даже по поводу такого простого явления, как фазы Луны, которая с затмениями определенным образом связана, но не так, как говорят в этих роликах. Я думал, давать вам ссылку на один из них или не давать, но решил, что не надо рекламировать идиотов, и ссылку не дал. Но там объяснялись фазы Луны каким образом. Вот у вас, понимаете ли, Солнце, солнечный свет поступает вот отсюда. Вот у вас Земля, а вокруг Земли вращается по орбите Луна. Иногда Луна оказывается вот здесь вот, между Солнцем и Землей. И тогда освещена ее часть, которая обращена к Солнцу, а к Земле противоположная, темная. Мы ничего не видим. Это явление называется новолуние, как мы все знаем. С противоположной стороны Луна как раз освещается, именно та ее сторона освещается Солнцем, которая обращена к Земле. И мы видим ее целиком. Это полнолуние. В других положениях мы видим некоторую долю освещенной Солнцем части Луны, а не весь лунный диск. Вот и все объяснение лунных фаз. Так вот, в том ролике, на который я не стану давать ссылку, объясняли изменение фаз Луны тем, что Луна попадает в тень Земли. Иногда действительно Луна попадает в тень Земли, и как раз это явление называется лунным затмением. Это затмение буквальное. То есть наблюдаемый нами объект Луна попадает в тень. Интересно, что для того, чтобы Луна попала в тень Земли, она должна оказаться позади Земли. Вот Солнце, вот Земля, земная тень будет отброшена. Так, прошу прощения. Земная тень будет отброшена вот сюда, и Луна должна попасть в тень Земли. То есть она должна находиться в том же положении, что и в полнолунии, для того, чтобы она оказалась в тени Земли. А почему же тогда не каждая полнолуния у нас случается лунное затмение? Потому что, как правило, мы каждое полнолуние смотрим на небо, видим нашу яркую Луну, которая вовсе не собирается попадать в чью-то тень. С другой стороны, вот в этой точке орбиты, когда Луна находится между Землей и Солнцем, почему же Луна каждый раз не закрывает диск Солнца, если она находится между нами? Ведь когда Луна закрывает диск Солнца, это есть солнечное затмение, которое, по сути, покрытие Луной и Солнцем. Но сколько проходит новолуния за новолунием, а солнечные затмения наступают крайне редко. Почему? Решение этой загадки в том, что орбита Луны наклонена к плоскости орбиты Земли. Плоскость орбиты Земли, она называется плоскостью эклиптики, вот здесь показана на рисунке. А эта окружность, это та самая орбита Земли. Масштаб, конечно, здесь не соблюден. Вот здесь находится Солнышко, Земля движется вокруг него, а вот это вот плоскость, в которой движется Луна. И она наклонена, как вы видите, к плоскости эклиптики на 5 с небольшим градусом, примерно 5 градусов 14 угловых минут. Если вы думаете, что это маленькая величина, вспомните, какой угловой диаметр имеет у нас Луна. Ну и Солнце, они похожи. Всего половина градусов. Значит, вот этот наклон примерно 10 дисков Луны получается. То есть это достаточно большая величина. И поэтому вот в этом положении, казалось бы, должно произойти солнечное затмение, то есть Луна должна была встать точно между Землей и Солнцем. Нет, она не встает точно между Землей и Солнцем. Она оказывается чуть-чуть выше Солнца. До 5 градусов она отклоняется от Солнца. Она проходит либо выше Солнца, либо с этой стороны ниже Солнца, и поэтому ее тень на Землю не попадает. Точно так же и с лунным затмением. Чтобы Луна попала в тень Земли и случилось лунное затмение, Луна должна оказаться на прямой, которая соединяет Солнце с Землей. Именно вдоль этой прямой будет отброшена земная тень. Но Луна обычно проходит либо ниже, либо выше этой тени, и поэтому в тень не попадает. Строго говоря, даже полнолуние это не наступает. Раз мы не находимся на одной прямой с Луной и Солнцем, Земля, видите, чуть-чуть в стороне, то мы видим, строго говоря, не все освещенное полушарие. Очень-очень узкий серпик Луны оказывается не освещен. Но он настолько узкий, что мы невооруженным глазом этого не замечаем. Поэтому Луна нам представляется совершенно полной. А что же должно произойти, чтобы случилось солнечное затмение? Вот смотрите, в этой точке орбиты затмение произойдет. Почему? Потому что линия, которая соединяет Солнце с Землей, находится как раз на пересечении плоскостей. Плоскость эклиптики, где движется Земля, и плоскость орбиты Луны, где движется Луна. Если Солнце, Луна и Земля окажутся на одной прямой, то это будет прямая, по которой пересекаются эти плоскости. И вот эта вот линия, по которой пересекаются плоскости эклиптики и лунной орбиты, называют линией узлов. Поэтому астрономы говорят, что для того, чтобы произошло затмение, Солнце и Луна должны быть вблизи узлов своей орбиты. вот в этом положении. Ну и кроме того, должно случиться либо новолуние, либо полнолуние. Потому что если Земля пересекает линии узлов при своем движении по эклиптике, а Луна в это время в другом месте своей орбиты, конечно, никакого затмения не произойдет, потому что Луна не окажется ни перед Землей, ни за ней. не обязательно, чтобы Луна и Солнце, если наблюдать Земли, оказались точно в узле своей орбиты. Вот тут представлена точка зрения наблюдателей Земли. Мы находимся на Земле, мы видим, что Солнце движется вокруг нас. Да, Шерлок Холмс говорил, что глаза ему именно это и утверждают. Нам в данном случае эта точка зрения вполне приемлема. Мы описываем наблюдаемые явления. И вот Луна, которая движется по своей орбите, которая наклонена на 5 градусов к плоскости эклиптики. Здесь этот угол преувеличен. Немножко. Солнце движется, делая оборот примерно за год, а Луна делает оборот по своей орбите примерно за месяц. И если они окажутся одновременно в узком секторе, вблизи лунного узла, вот тогда при сближении они как раз закроют один другого. А в противоположной точке орбиты, если Солнце здесь, а Луна окажется здесь, она попадет в тень, которую отбрасывает Земля. Вот такие условия должны сложиться. И смотрите, поскольку Солнце от одного узла до другого узла своей орбиты идет примерно полгода, вот это вот почти год оборот, а это полгода. Если точно 173 дня этот срок занимает, 173 дня. Когда Солнце находится вблизи одного узла орбиты, если Луна в это время, двигаясь по своей орбите, успеет зайти в этот сектор, случится затмение. Следующее может случиться не ранее, чем через полгода. Но оно не обязательно произойдет. Ведь через полгода Солнце придет сюда, а Луна может сюда и не подойти. И вообще говоря, поскольку Солнце и Луна должны оказаться не точно на линии узлов, а в каком-то достаточно заметном секторе, потому что тогда они уже сближаются достаточно хорошо и уже начинают закрывать друг друга, то за то время, что Солнце находится здесь, Луна может успеть побывать в этой точке не один раз, а целых два. Ну вот представьте себе, Солнце медленно-медленно движется, заходит в зону, где возможно затмение, и в этот момент сюда же подходит Луна. У нас происходит солнечное затмение. Луна перекрывает Солнце. Солнце продолжает медленно идти по своей орбите, по эклиптике. Луна за это время делает половину оборота, приходит к противоположному узлу, а Солнце еще не вышло из этого сектора, оно же за год оборот делает. Так что Луна оказывается снова на линии узлов, но на этот раз по другую сторону от Земли и случается лунное затмение. Потом Луна продолжает двигаться по своей орбите, а Солнце продолжает идти, и оно еще не успеет выйти из этого сектора. Луна его нагоняет и снова случается солнечное затмение. Вот это вот идеальное событие. За этот период, который длится порядка 20 дней, происходят три затмения. Сначала солнечное, потом лунное, потом снова солнечное. Но таких идеальных условий может и не сложиться. Луна может догнать Солнце не на самом краю сектора, когда он уже значительно зайдет внутрь него произойдет солнечное затмение, и пока Луна бежит до следующего узла, Солнце уже выйдет из этого сектора. Такое случается сплошь и рядом. Пока конкретно не произвести вычисления, сказать нельзя. Но можно установить границы. Видите, значит, дважды в год Солнце все равно бывает на линии узлов. И дважды в год Луна успевает хотя бы раз здесь с Солнцем встретиться. Поэтому, как минимум, в году бывают два солнечных затмения. Но максимум солнечных затмений может быть в году пять. Так что не меньше двух, не больше пяти солнечных затмений происходит в году. Лунных затмений может быть только по одному при каждом прохождении Солнца через узел орбиты. Потому что условия на расстоянии по высоте Солнца и Луны для лунных затмений несколько жестче, чем для солнечных. Они должны быть поближе. Так вот, лунные затмения могут произойти не чаще двух раз в год. Каждый раз по одному, когда Солнце здесь и когда Солнце здесь. Но не обязательно, что они там произойдут. Как я сказал, Солнце может прийти, а Луна сюда еще не дойдет. Поэтому в один календарный год лунных затмений может не быть вовсе, может быть одно, а может быть два, но не больше двух никак. Тут обычно спрашивают, позвольте, позвольте, солнечные затмения происходят чаще, как я сказал, да, они происходят чаще, в год как минимум два. А лунных в год может и не быть. Но почему же живущие на Земле люди обычно видели хотя бы одно за свою жизнь лунное затмение, но не видели многие люди, и я в том числе, не видел ни одного солнечного затмения своими глазами. Ведь солнечное затмение происходит чаще. А причина, я вам сказал, в том, что солнечное затмение в общем затмением не является. Это покрытие. лунное затмение это настоящее затмение. Луна попадает в тень Земли. И она не освещается в это время. Откуда бы вы ни смотрели на эту Луну, ее не видно, потому что она в тени. То есть, все полушарие Земли, с которого видно Луна, это зона наблюдения лунного затмения. Где бы вы ни находились, лишь бы Луна была над горизонтом. Луна попала в тень, вы ее не видите. Ну, не совсем не видите, плохо видите. Чуть позже подробнее. А вот, чтобы солнечное затмение произошло, вы должны оказаться в том месте на земной поверхности, где именно, куда именно упадет тень от Луны. То есть, там, где Луна закроет Солнце. Затмения происходят часто, но они проходят по узким, узким полосочкам на земной поверхности. Диаметр Солнца как известно, намного больше диаметра Луны, и поэтому тень от Луны будет сходящейся. И кружок, который от этой тени останется на поверхности Земли, он очень небольшой в диаметре. Около, я так скажу, порядка 100 километров. Не больше. А у Луны это диаметр, ну, радиус 1378 километров, диаметр вдвое больше. Кроме того, есть еще кружок полутени, откуда, если вы здесь будете находиться, откуда Солнце видно, но не все. Вот из точки Б, если вы будете смотреть, вот ваш луч зрения попадает на западный край Солнца, а восточный будет от вас скрыт Луной. Вы увидите вот такой кусочек. Кусочек Солнца вы видите, а кусочек Солнца вы не видите. Из зоны С вы будете видеть противоположную картинку. И только вот из этого узкого кружка А вы будете видеть полное солнечное затмение. 100 километров, как я сказал, примерно. Значит, Луна движется по орбите вокруг Солнца, Земля вращается вокруг со своей оси, и поэтому вот это пятнышко бежит по поверхности Земли. Чтобы увидеть солнечное затмение, вам нужно попасть в узкую полосочку. Поэтому, несмотря на то, что они происходят чаще, увидеть их сложнее. Вам нужно заранее переместиться в ту точку, где это затмение произойдет. А если вы переместитесь даже в эту полосу, по которой пройдет тень, вы тоже можете не увидеть полного солнечного затмения. Полное солнечное затмение здесь представлено на картинке вверху. Вот Луна, вот тень, тень падает на Землю, вот здесь вы видите полное солнечное затмение. Но вспомните, что орбиты Луны вокруг Земли эллиптическая, а не круговая. То есть Луна иногда удаляется от Земли, иногда приближается к Земле, и поэтому может случиться такая ситуация, что в момент, когда происходит затмение, то есть когда Луна находится в положении новолуния, а Солнце, Земля и Луна находятся вблизи линии узлов лунной орбиты, Луна находится от Земли на наибольшем из возможных расстояний или близко к нему. И тогда, как видите, конус тени сойдется до того, как он достигнет Земли. А что же вы в таком случае увидите с Земли? Вы уже не увидите, что Луна целиком закрыла Солнце, а вы будете видеть чуть меньший диск Луны и вокруг нее оставшееся колечко Солнца. Это затмение называют полным, а это затмение называют кольцеобразным. А бывают еще смешанные явления, когда вот этот вот конус, вершина конуса лунной тени не так далеко от Земли, как здесь показано на рисунке, и не глубоко внутри Земли, а вот почти у самой поверхности. И тогда вот здесь с краю, а расстояние от этой точки прямо под лунной до точки, где Луна видна в горизонте, равно примерно радиусу Земли. Вот когда тень падает в эту точку, конус не достает до поверхности Земли, и вы наблюдаете кольцеобразное затмение. А когда тень проходит через точку прямо под лунную на поверхности Земли, конус немного углубляется внутрь, и вы оказываетесь в зоне полной тени. Вот такие кольцеобразно-полные затмения тоже происходят. В каждой точке поверхности Земли оно либо кольцеобразно, либо полное. Но в зависимости от того, в какую точку по траектории движения тени вы попали, вы увидите то или иное затмение. Вот в этом году будет кольцеобразное затмение, я о нем скажу чуть попозже. Надеюсь, у нас хватит времени. и тень луны бежит достаточно быстро по поверхности Земли. В каждой точке вот она пробегает эти самые 100 километров в тени, пробегают максимум, самый предельный теоретический максимум это около 6 минут. Но таких затмений наблюдать это крайне большая удача. Обычно это 1-2 минуты. Бежит тень, всю свою ширину 100 километров она пробегает за 2 минуты. Так что 50 километров в минуту вот вам пожалуйста скорость движения лунной тени. Один раз я увидел как набегает на нас лунная тень, но не увидел солнечного затмения, потому что как раз в этот момент солнце на небе закрылось тучкой. Тучек было немного, но вот одно из них закрылось тучкой, а соседние области на Земле были освещены. Я видел как набежала но закрытого диска к сожалению не увидел. Вот такая случилась неудача. Что же касается затмений Луны, то мы наблюдаем картинку куда более простую. Вся Луна двигаясь по орбите попадает внутрь конуса лунной тени и мы видим что она затмевается, затмевается, вот это незатемненная Луна, а вот она полностью закрыта. Интересный вопрос, но если она полностью закрыта, если она попала в тень Земли, то почему мы все равно ее видим, хоть и кроваво-красного цвета? Вот вам фотографии реального лунного затмения. Причем затмение еще не началось, смотрите, вот эта вот часть Луны уже погрузилась в земную тень, а этот кусочек еще в тень не вошел, поэтому он ярко освещен. Вот Луна заходит в тень, но еще туда не зашла полностью. Почему мы видим ту ее часть, которая оказалась в земной тени? Ну, виной всему земная атмосфера. Земная атмосфера имеет такое свойство, она преломляет свет, рассеивает и преломляет свет. Голубые лучи рассеиваются очень хорошо, именно поэтому у нас небо голубое. А красные лучи рассеиваются хуже, но они все равно преломляются. Поэтому, когда Луна казалось бы, должна быть в тени, солнечные лучи, особенно красного цвета, преломленные в атмосфере, как в линзочке, все равно попадают на диск Луны. и мы ее все равно видим, хотя и не так ярко, но видим в красном цвете, потому что синие лучи рассеялись, а красную мы видим. Еще обратите внимание вот на что. Вот это край земной тени, в которую заходит Луна. И вы видите, что это кусочек окружности. Как бы Земля не поворачивалась к Луне, когда бы мы не наблюдали это лунное затмение, мы всегда видим, что земная тень, ее край, это кусочек окружности. Это одно из древнейших доказательств шарообразной формы Земли, потому что никакое другое тело, как бы его ни крутили, не отбрасывает всегда только круговую тень. А вот шар, как его не разверни, все равно показывает тень круговую. Вы можете найти в интернете даже шуточные рисунки о том, что тень получается в виде плоской Земли, которая стоит на трех слонах, а сверху пальмы растут. Вот если бы Земля была плоской, она не и стояла бы на трех слонах, вот мы бы обязательно видели их контуры в земной тени. но ничего похожего не наблюдается. Как быть, если вы хотите наблюдать солнечное затмение? Во-первых, вам нужно узнать, что оно произойдет, во-вторых, вам нужно узнать, где оно произойдет, и в-третьих, по возможности спланировать туда поездку. Я вам рекомендую для этой цели использовать вот такой вот ежегодный справочник, который называется «Школьный астрономический календарь». Он выпускается каждый год где-то в июле-августе на следующий учебный год. Это издание «Московского планетария». Тот, кто живет в Москве, может прямо прийти в «Московский планетарий» и купить там, или в некоторых других магазинах. Ну, другие, как я это делаю, я живу в Ижевске, не в Москве, я заказываю его себе по почте. Очень помогает при проведении урока в школе. вы можете видеть там на каждый год, на каждый месяц есть такая картинка календарь наблюдателя, где видно, что происходит. Вот июнь 2020 года. Вот астрономические явления, которые здесь произойдут. Это то, что нам предшествует. И смотрите, 21 июня, да, вот дата последняя. Во-первых, новолуние. Это неудивительно, потому что действительно полное солнечное затмение и кольцеобразное происходят именно в новолунии, когда Луна находится между Землей и Солнцем. И вот здесь написано кольцеобразное солнечное затмение, частные фазы которого видны на территории России. Хорошо, что это солнечное затмение, плохо, что это кольцеобразное и плохо, что на территории России видны только частные фазы. Если вернуться к нашему рисунку мы с вами попадем не вот в этот вот кусочек а вот только в эту область тени она намного шире то есть мы не увидим кольцеобразного затмения мы увидим только частные фазы вот такие луна не пройдет по диску солнце в том же самом календаре дальше есть раздел затмения где подробно описано когда он начнется где пройдет прочее прочее главное вот табличка такая есть где на каждый город дается условие вот это про затмение 26 декабря но она уже прошло и но был еще дальше территории россии а вот 21 июня например вот его можно увидеть да смотрите мой родной город ижевск действительно 8 часов 44 минуты время тут московская это затмение начнется в 9 19 закончится а это середина в 955 закончится и вот это число которое удручает это максимальная фаза затмений то есть это отношение закрытой луной части солнечного диаметра к полному солнечному диаметру то есть луна заползет на диск солнца с точки зрения наблюдателя вежевске всего на одну десятую часть солнечного диаметра вот вы можете поискать здесь где-нибудь это число побольше и отправиться туда для наблюдений если хотите хотя тут больших чисел нет но если вы хотите увидеть это затмение целиком как кольцеобразное вам нужно ехать ближе на юг например в эфиопию я вам покажу что вы увидите чуть попозже а сейчас продолжим говорить о затмениях затмение это не только явление видимое на земле у других планет тоже есть спутники они тоже обращаются вокруг них это же иногда проходит между солнцем и этой самой планеты вот например перед вами замечательная фотография спутника марса фобоса по сравнению с луной это какой-то мелкий камешек меньше 30 километров вот у него поперечник да у него и формата не шарообразного на картофелину похож она не могла быть шарообразной потому что он слишком легкий и под собственным весом не смог принять сферическую форму но он намного ближе к поверхности марса поэтому наши агенты на марсе а именно марк марсоход curiosity о нем идет речь в 2012 году сделал вот эти вот прекрасные снимки как фобос пролетает между марсом где находится это самый марсоход и солнцем вот эти снимки с марсохода ну видно что из-за того что диаметр фобоса очень маленький он на марсе никогда не закроет все солнце целиком поэтому все затмения там кольцеобразные совершенно другую картину мы увидим на спутнике на планете гиганте юпитер вот кусочек юпитера знаменитое большое красное пятно а вот это вот вы видите это ближайший к нему спутник называется и о а это что за черное пятно а это всего-навсего тень от спутника и о на вверх на поверхности облаков юпитера юпитер это газовая планета у нее нет твердой поверхности поэтому постоять там и понаблюдать за за затмением нам не удастся но если мы когда-нибудь в будущем сможем запустить в юпитерианскую атмосферу аэростат то мы можем завести его зону эти затмения случаются часто на каждом обороте практически вот этого его вокруг юпитера потому что юпитер очень большой и будем наблюдать солнечные затмения на юпитере ну правда они будут не такие красивые потому что солнце там маленькая юпитер в пять раз дальше от солнца чем земля спутник этот большой и он близко поэтому он будет закрывать солнце гораздо сильнее чем луна луна почти целиком вот закрывает солнце как говорят тютелька в тютельку и поэтому мы видим яркую солнечную корону вокруг нее а на юпитере любой спутник будет закрывать и солнечную корону тоже и даже в мире звезд происходит затмение вот это второй случай когда явление которое следовало бы называть покрытием называется на самом деле затмением и эти затмения астрономы тоже давно очень наблюдают и извлекают из них много информации о звездах в которых это происходит к сожалению звезды далеко и поэтому увидеть такую картину которая здесь на слайде представлена мы не можем мы не можем разглядеть диски звезд если две звезды находятся близко друг другу и вращаются вокруг общего центра маска планеты мы тоже это непосредственно разглядеть не сможем из-за удаленности поэтому это не фотография это рисунок в отличие от всех остальных там были реальными небесные тела и вот здесь видно да что вот эти звезды вращаются вокруг общего центра масс так которые поменьше и поярче сначала закрывает звезду которую тусклая потом она заходит за эту тусклую звезду а что же видят астрономы если они не видят этой картины они измеряют суммарный блеск этих звезд то есть освещенность которую эти звезды состоят на поверх создают на поверхности земли то что астрономы измеряют звездных величинах и вот они наблюдают вот такую картину если откладывать по одной оси фазу то есть когда фазы изменяется от нуля до единицы это означает полный оборот то есть фаза единица это завершение полного оборота а вот здесь вот в условных единицах измерение блеска период здесь показан две целых и 83 дня то есть за это время звезды совершают полный оборот вокруг общего центра масс а конкретно здесь звезда которая называется алголь одна из самых знаменитых переменных звезд и вот положение 1 1 звезда закрывает другую и мы видим что их суммарный блеск падает потому что не видим части излучения он далекой звезды потом блеск восстанавливается потом происходит затмение уже большой звезд звездой маленькой мы видим небольшой провал потом все повторяется снова и снова вот наблюдая такие кривые затмений астрономы во первых делают выводы что происходят вот такие вот явления а а во вторых они получают массу информации ну например о том как меняется распределение яркости вдоль диска звезды из этого они делают выводы об устройстве атмосферы этой звезды в общем много много других вещей из этого выводят вот из детального анализа этой кривой это все предмет практической астрофизики выберите астрономию своей профессии узнаете в деталях как это делается имейте ввиду для этого вам потребуется изучить математический анализ ничего в астрономии не дается без усилий тот же самый метод позволяет нам сейчас открывать экзопланеты то есть планеты которые находятся вблизи других звезд и которые мы непосредственно увидеть не можем мы диск это звезды увидеть не можем это не единственный метод для открытия экзопланет но один из весьма популярных второй метод касается измерения лучевых скоростей я на нем сегодня останавливаться не буду коли уж речь идет о затмениях ведь планета точно также проходит если ее орбита на если земля находится в плоскости орбиты или близко к ней то мы будем видеть что планета периодически заходит на диск звезды и блеск звезды брать нас это яркость дата им это время уменьшается потом планета сходит с диска звезды продолжает двигаться по орбите а орбиту мы в данном случае видим с ребра и блеск звезды восстанавливается телескоп кеплер который много лет работал на орбите был спроектирован именно для того чтобы открывать экзопланеты вот таким вот методом это называется метод транзитов потому что транзит это и есть прохождение планета проходит перед диском звезды и много тысяч обнаруженных экзопланет были сделаны с этого телескопа этим методом но мы и в солнечной системе наблюдаем такие же явления и вот я ни разу не видел солнечного затмения которые происходят как минимум дважды в года но дважды видел явление которое происходит намного намного реже вот это солнце а это венера на его диске наша собственная звезда регулярно бывает в том же положении что и какая-то далекая звезда с планетами между ними у нашей звезды у солнца тоже есть планеты и две из них находится ближе к солнцу чем земля это меркурий и венера и вот двигаясь по орбитам они периодически заходят на диск солнца а вот это не перепутайте это самые обыкновенные пятна на солнце вот это именно пятна на поверхности солнца а это мы видим обратную сторону венеры венера загораживает нас загораживает от нас маленький кусочек солнца луна поскольку гораздо ближе к земле чем венера загораживает все солнце целиком ну или оставляет узкий узкое колечко а венера поскольку далеко хоть и больше луны но загораживает от нас только небольшую часть солнца но вот наблюдатели которые находятся у соседних звезд могли бы это явление зафиксировать точно также только им пришлось бы ждать очень очень долго потому что орбита венеры и орбиты меркурия точно также наклонены к плоскости эклиптики как и орбита луны и чаще всего они не попадают на диск солнца проходят либо выше либо ниже солнце и точно так же как на первых картинок да чтобы все срослось чтобы мы увидели покрытие и земля и солнце и вот эта планета должны оказаться вблизи линии узлов только уже не лунные орбиты а вот орбиты этой конкретной планеты такое случается с венерой очень редко через сто лет повторяю через ну там не точно сто лет чуть побольше сто с небольшим лет потом через восемь лет а потом опять там через сто сто двенадцать лет по моему вот на моей жизни мне повезло в 2004 году а потом через восемь лет 2012 году я эти прохождения видел оба раза я никуда не выезжал из ижевска оба раза наблюдался своего балкона и повезло что была хорошая погода я это увидел если вы этого не видели но к сожалению своими глазами уже не увидите потому что через сто с лишним лет только будет следующее смотрите за прохождение меркурия он бывает чаще хотя меркурий куда куда меньше вот часто любят говорить что во время одного такого прохождения венеры по диску солнце михаил васильевич ломоносов смог открыть атмосферу у венеры вообще для меня эта история сомнительно потому что вот вы видите это снимок с телескопа который сделан с очень высоким разрешением смотрите вот это солнце видно грануляция вот это вот обратная сторона не освещенная стороны венера потому что освещается противоположное вот это видно образование на солнце небольшие протуберансы флокулы вот эти вот и вот видите вот этот вот тоненький слой светящийся вот это и есть атмосфера венеры ее толщина где-то 200 километров до а диаметр 12 тысяч километров вот одна 60 часть я как ни старался и в четвертом году и в двенадцатом году ничего подобного не увидела телескоп у меня был получше чем у ломоносова да и стекло у него у меня был специальный светофильтр для наблюдений со солнца он как сам писал стекло не шибко густо закопчено да и было это уже на закате его жизни когда он тяжело болел вот поэтому может быть видел может быть нет я не могу утверждать и проверить это никакой возможности сейчас не имеется у нас но даже если не видел а ему померещилось то догадка все равно оказалось гениальное у венеры действительно знатная атмосфера значительно более мощные чем у земли а теперь давайте посмотрим как выглядит затмение да у нас есть немножко времени но не на натуре для этого нам придется в определенный момент куда-то поехать а как это выглядит на астросимуляторе который называется стеллариум вот я заранее для вас подготовил ситуацию я убрал отсюда поверхность земли я убрал отсюда земную атмосферу поэтому мы видим ничто не мешает нам смотреть на солнце и луну и не заморачиваться день у нас сейчас или ночь происходит и вот здесь показаны эклиптика то есть это земная орбита а при наблюдении с поверхности земли нам кажется будто солнце движется по этой самой клиптике у нас а свои орбиты как угол между ними наклона как игре 5 градусов видеть видно что они сходятся и сходятся где-то там далеко за пределами экрана вот и мы сейчас близко к состоянию которая называется новолуние я запущу время в ускоренном режиме и вы видите что и солнце движется и луна движется но луна гораздо быстрее вот она движется по орбите и подходит к к новолунию они здесь изображены до в тех масштабах в кровь масштабы солнце луны здесь соблюдены видите вот когда луна и солнце окажутся на одной вертикали у нас произойдет новолуние вот оно произошло но из-за того что орбита луны наклонена к орбите земли луна не закрыла солнце вот так вот и так бывает чаще она проходит то выше то ниже с противоположной стороны она не попадает в тень а теперь помните я вам показывал школьный астрономический календарь 21 июня нынешнего года произойдет затмение давайте посмотрим как это будет выглядеть давайте изменим дату вот здесь стоит 22 мая а я поставлю июнь и двадцать первое число ну и в время дадим допустим пять часов и давайте посмотрим где у нас наше солнышко вот наше солнышко а вот луна а вот как раз узел орбиты эклиптика пересекается с лунной орбитой и солнце движется сюда и уже достаточно близко к этому узлу и где мы еще находимся посмотрите пункт который я выбрал это город лалибела в эфиопии я его выбрал потому что там как раз произойдет это самое солнечное затмение не только там она будет в определенной полосе через индию пройдет через китай пройдет вот я из всех возможных городов выбрал этот самый город лалибела давайте снова запустим время в ускоренном режиме и посмотрим как это будет происходить давайте еще ускоримся видите луна нагоняет солнце стоп покрупнее сделаем луна нагоняет солнце а солнце приближается к узлу орбиты да и луна приближается но с большей скоростью здесь условно для вас показана поверхность луны она тоже будет слегка видимо потому что луна в этом вот эта сторона луны не обращена к солнцу она обращена к земле а земля отражает солнечный свет и часть его попадает на луну это пепельный свет луны который виден слегка и вот начинается затмение как видите я ускорил время вы видите как здесь бежит время ижевская а город в эфиопии по данным астрономического календаря затмение должно быть кольцеобразным давайте посмотрим вот и все но это ускоренная совсем недолго происходило это затмение там она будет порядка одной минуты и все пошло дальше что делать если вы хотите узнать когда же произойдет затмение в том городе где вы находитесь когда я был школьником я тоже хотел очень это знать я читал астрономические календари там всегда был прогноз по крайней мере на несколько лет вперед были и более серьезные книжки которые школьнику трудно освоить как вычислить обстоятельства солнечного затмения или лунного затмения любого другого но все эти вычисления имела смысл проводить только тогда когда вы знаете когда будет это затмение меня же интересовал совсем другой вопрос а как узнать когда будет затмение видимое в моем городе потом я вырос изучил астрономию в университете и узнал что нет другого способа кроме как вычислить все затмения считать все затмения одно за другим и определять где пройдет полоса полной фазы рано или поздно вы наткнетесь на затмение которое произойдет в вашем городе другого способа нет а чтобы посчитать когда будет затмение нужно знать точное положение солнца и луны в 19 веке это было сделать трудно и поэтому астрономы всего мира тогда были благодарны человеку который достаточно рано умер австрийскому астроному теодору апольцеру который потратил несколько лет своей жизни и несколько лет жизни сотрудников он не в одиночку это делал и в 1888 году издал вот такую книгу которая называется канон der финстернисе то есть канон затмений в этом каноне это его фоксимильная копия после введения на немецком языке он же был австриец следует описание всех солнечных затмений за три с лишним тысячи лет где-то сми с 1200 года до нашей эры до 2160 примерно года нашей эры тут немного о том как считать эти затмения чем это введение понятно только профессиональному астроному вот а дальше после вспомогательных таблиц сейчас я долистаю наконец-то да вот идет собственно канон затмений каждому затмению вот видите год написан месяц посвящена одна строчка вот как ни странно точность вычислений вручную без компьютеров оказалось настолько большой что им пользовались и в двадцатом веке тоже и даже сейчас если вы это возьмете этот канон затмений вы он вам окажется полезен вот ну если вы знаете немецкий язык если вы не знаете немецкий язык и но знаете английский вы можете зайти на сайт nasa и увидеть здесь распределение затмений вот я вам покажу этот сайт эклипси gsfc nasa гаван вот вот этот вот сайт вы можете найти его в google я просто набрал там по-английски nasa eclipse page и вот он меня вывел прямо сюда и здесь по годам все вот эти вот затмение собраны в частности когда я искал затмение для своего города да я поискал поискал и нашел что в 2061 году у страничка открывайся страничка вот страничка открылась визит эффектно называется да когда все работает при подготовке но не работает при демонстрации вот 61 год 20 апреля давайте посмотрим на это затмение вот тут показана его карта затмений и вот синим до полоса полной фазы как она пройдет я посмотрел на эту полосу и предположил что это затмение произойдет пройдет в том числе через город ижевский оказалось да действительно она проходит здесь же можно посчитать и обстоятельства этого затмения как она выглядит в той или иной точке если вас интересуют затмения которые конкретно произойдут в россии вы можете посмотреть вот на этот сайт тут нет это сайт института прикладной астрономии российской академии наук к сожалению они не выложили эти данные на сайте а только просто сообщили читайте в этой книге вот в 2002 году там список всех затмений россии с 1000 по 2050 год и они в том числе есть и на сайте нас а просто сделана выборка тех которые видны на территории россии ну а если вы хотите сами разобраться детально и в периодичности солнечных затмений и научиться их вычислять ну для пятого класса пожалуй рановато а вот я научился это делать в девятом классе когда я учился еще школы была десятилетней то есть для вас это будет десятый класс вполне по силам умному ученику но даже если вы не будете их считать то просто полезная информация затмениях вот в этой книжке михаил михайловича дагаева она издана вот в 1978 году и с тех пор ничего лучше не было написано но прочими затмение то с тех пор не изменились наши знания о затмениях солнца и луны с тех пор не приумножились потому что это явление понятное нам со всех сторон книжка конечно старая но у букинистов вы вполне можете ее приобрести а если вы любите читать на компьютере то вы знаете как найти ее сканированный образ а я вам рассказывать не буду так и время у нас уже выходит я могу ответить на некоторые вопросы в оставшиеся 6 минут времени у меня есть да так сейчас наверно так я уже отключил показ экрана и теперь готов видеть вопросы вопросы прошу пожалуйста по теме про черные дыры не спрашивайте про черные дыры вы можете спросить например сергей борисовича попова который большой специалист по таким объектам по нейтронным звездам в частности так так вашем справочнике успели свой города часовой поиск какой в пояснительном тексте к астрономическому календарю написано что там все моменты указаны по московскому времени это не скрывают там написано в на сайте нас а обычно дают время всемирное то есть глиническое это на три часа меньше чем в москве да но вот кто то говорит что хотел поехать на затмение в оман да к сожалению сожалению я вот ездил на затмение в беломорск пандемии не было и билеты я купил и беломорск приехал но была плохая погода да я провожу очное занятие но в городе ижевске там где я живу и не сейчас вперед карантина луна притягивает и огромные океаны она притягивает и легкий падающий снег она все вместе притягивает и даже кору земли притягивает вопрос я так понимаю относится к тому почему бывают приливы почему океаны поднимаются под действием приливов а снежинки туда не летят но на него так просто не ответить можно посвятить целое занятие и этим явлением тут при ловну кратко скажу это будет не ответ это будет интрига потому что приливные силы это и не силы вовсе это разность сил которые действуют на два конца одного протяженного объекта океан протяженный поэтому одна его сторона притягивается к луне сильнее чем другая а снежинка нет но это не говорю не ответ интрига отвечать нужно ну вот отдельным таким занятием который конкретно посвятить прием тоже очень интересная тема и если наши посиделки будут продолжаться в связи с карантином я про приливы расскажу очень интересно и очень тоже много досужих домыслов о них существует вокруг так до девятнадцатом году в чили было затмение да и даже в городе где живет мой очень хороший друг я мог бы туда поехать понаблюдать затмение у них очень ясная погода но к сожалению туда ехать не только далеко но и дорого а в двадцатом году тоже в чили будет но это будет на юге чили и тогда когда у них там зима очень высока вероятность плохой погоды куда ехать чтобы увидеть ближайшее затмение в россии полное солнечное затмение вот каюсь не посмотрел когда это будет ну вот да кто кто-то уже подсказал что будет на таймуре в двадцать шестом году и очень низко над горизонтом полтора градуса да как вы знаете две трети поверх земли покрыта океаном вот большая часть затмений проходит там почему мы видим рельеф на теневой стороне луны ведь свет туда не попадает вот интересный вопрос потому что свет туда попадает если вы посмотрите на луну в самых ранних фазах когда она видна узким серпиком вы тоже увидите узкий серп яркие луны но и на темном небе вы сможете заметить что и остальная часть луны тоже видно еле-еле называется пепельный свет свет туда попадает это свет отраженная земли ведь когда у нас происходит допустим то же самое луна в новолунии не обязательно есть затмение или нет луна к нам обращена не освещенной стороной а земля к луне как раз своим полностью освещенным полушарием и это яркая земля освещает поверхность луны от которая отвернулась от солнца и да и мы сможем видеть это достаточно яркий свет для того чтобы мы смогли разглядеть там детали рельефа потому что земля действительно намного ярче чем луна ведь когда у нас луна в полнолуние мы очень хорошо видим на поверхности земли объекта то есть отраженный от луны свет солнца хорошо освещает даже землю не говоря уже о том что на луне отраженные земли свет солнца хорошо освещает лунные детали объекта так чукотка в марте ну да эту информацию можно найти просто я не искал а любители найдут у меня вот я похвастаюсь та книга которая издана институтом прикладной астрономии в 2002 году у меня есть поэтому я могу ее снять книжные полки и посмотреть когда будет ближайшие затмение в россии чтоб не убирать все но еще похвастаюсь есть программы которые это это считают том числе которые я сам создавал насколько сложно рассчитывать время затмение в системе с несколькими звездами сейчас когда у нас есть компьютеры не сложнее чем в системе с одной звездой все эти расчеты делаются путем численного интегрирования дифференциальных уравнений и на компьютере в этом нет принципиальной сложности одна звезда или несколько с кометами в этом году был шанс что мы увидим одну из комет увы увы мы этот шанс этот шанс не реализовался потому что до того как комета стала видна невооруженным глазом она успела развалиться на несколько фрагментов каждый из которых достаточно тусклый вообще комета это явление не редкая каждый год наблюдаются десятки комет но все эти кометы телескопические то есть для их наблюдений нужен телескоп кометы которые видны невооруженным глазом то есть яркие кометы появляются ну раз 20-30 лет хотя из тех комет которые обращаются по известным орбитам они называются короткопериодические кометы нет ни одной ближайшее время который будет достаточно яркой а кометы которые обращаются по очень очень удаленным орбитами прилетают к солнцу раз в тысячи лет они называются условно непериодические кометы заранее не предсказать пока она не пролетит поэтому на 20 30 и 100 лет мы можем рассчитать движение комет которые короткопериодические у которых известные орбиты вот нам не светит ничего а из других ярких предсказать пока нельзя но если учесть что где-то в конце 90-х годов были две яркие кометы комета хейла боб по кометы хиакутаки которые мы видели вот с тех пор уже прошло 20 лет прошло даже чуть больше статистика показывает что высока вероятность что прилетит какая-то в ближайшие десятилетия в этом году было затмение солнца было чуть в прошлом году в декабре было затмение солнца и в январе будет будет так слышала что 2 июля 4 декабря будет затмение в этом году нет будет затмение в июне а насчет декабря я не знаю не смотрел но поскольку да какое-то еще затмение должно быть в этом году вполне возможно что она будет так вот на сайт нас а просто загляните где у нас сайт нас и сейчас я на него посмотрю вы его не видите я гляну на это дело то год у нас нынче 2002 20 что касается солнечных затмений 2020 году будет 21 июня и 14 декабря совершенно верно будут сон и вот то которое 14 декабря будет опять южном полушарии пройдет через южную часть чили затмение как получается кровавое затмение ну я рассказывал об этом как получается кровавое то есть луна погружается в тень земли но за счет того что у земли есть атмосфера которая сильно рассеивает голубые лучи и не так сильно красные красные преломляются и освещают луну а голубые это не рассеивается в атмосфере почти целиком поэтому красные лучи солнце преломленные в атмосфере земли попадают на луну или она нам видно и видно кроваво-красной ну да про стероид уже сказали что пройдет 6 миллионов километров большое спасибо тем кто это подсказывает то что тут у меня тоже школьники с которыми я работаю здесь вежевский панику наводят что упадет на солнце нет если вы читаете как каких-нибудь там журналистов да то для них упадет на землю это значит пролетит в нескольких миллионах километров там миллионам туда миллионам сюда и в общем без разницы могут ли существовать объекты которые от нас завсегда заслонять заслонять или заслоняет вот да зачем учить русский язык для того чтобы вопрос был однозначным объекты которые от нас навсегда заслонять солнце сейчас таких не существует вот заслоняет периодически вот луна ну пытаются верху еще меркурий и венера но заслоняют маленький маленький кусочек поймите с во вселенной в солнечной системе все движется земля земля и другие планеты не падают на солнце потому что до имеет скорость перпендикулярным радиусу вектором они все время падают на все время промахиваются и так длится уже четыре и шесть десятых миллиардов лет поэтому чтобы что-то прилетело и стала висеть нет но ниоткуда не прилетит так что еще ну да люди делятся своими впечатлениями у меня хороших впечатлений нет не видел я солнечное затмение своими глазами сейчас ведут все прямые трансляции астрономы за ними охотятся да но уже сейчас это потеряла в известной мере свой смысл почему астрономы охотились за солнечными затмениями потому что так суп совпала случайность что угловой диаметр солнца почти совпадает с угловым диаметром луны и поэтому луна закрывает солнце но чуть-чуть закрывает солнечную фотосферу но оставляет видимой выше лежащий над над фотосферой части от атмосферы а именно хромосферу солнечную корону которые не видны потому что на фоне фотосферы они слишком тусклые а когда фотосфера закрыта то хромосферы и солнечная корона видны прекрасно вот эти вот волосы вот эти вот которые там на картинках и на фотографиях рисуют это как раз солнечная корона вот она очень сильно интересует астрономов потому что там много много неизвестных вещей ну скажем температура солнечной фотосферы около 6000 градусов а в солнечной короне несколько миллионов ну казалось бы если она гораздо выше лежит чем фотосфера то температура там должна быть ниже откуда же там миллионы градусов вот это одна из загадок есть несколько гипотез объясняющих это дело но нет однозначного решения если раньше солнечную корону могли наблюдать только во время затмений то сейчас конечно ее можно видеть со спутников а на спутники которые летают вокруг земли там же атмосферы нет и поэтому не обязательно ждать когда луна закроет диск солнца можно искусственным экраном закрыть этот диск солнца и наблюдать сколько угодно и и хромосферу и корону другое дело что спутников мало и спутников и наблюдение дороги намного дороже чем экспедиция в полосу солнечного затмения ну а с этой загадкой солнечной короны сейчас еще лучше потому что зонд паркер сейчас наматывает круги вокруг солнца и погружается в эту солнечную корону он даст нам данное измерение непосредственно оттуда но это уже к затмению не относится если затмение не видно если затмение есть но не там где вы живете вам ничто не поможет кроме перемещения в полосу солнечного затмения это речь идет о солнечных затмений которые собственно покрытие а чтобы увидеть лунное затмение вам достаточно быть на том полушарии земли где луна в этот момент над горизонтом вот а на земле да вам нужно только попасть в ту полосу и даже попадание в эту полосу не гарантирует того что вы увидите затмение потому что на земле увы есть облачность но ничего вот на венере например там сплошная область местами небо-то не видно и жители луны жители венеры что-то не плачет по этому поводу так но про храм это уже совершенно не относится к теме наших нашей лекции до русский учить это полезно всегда да и вообще учить языки полезно не только русский сейчас если вы не знаете английского языка то увы в мире вам ориентироваться очень трудно вот вы поедете в оман вы знаете арабский язык вряд ли но многие оманцы наверняка знают английский бесполезно говорить хорошо или плохо так сложилось что вот английский стал международным языком тем кто думает что это трудно действительно трудно изучать не всем легко даются иностранные языки но вот я вспомню историю когда еще в 60-е годы 20 века один из рабочих написал письмо знаменитому физику льву давидовичу ландау сказал что он рабочих но хочет изучать теоретическую физику он хочет поступать в университет получить образование вот что ему для этого нужно ну ландау ответил на этот и и вузы посоветовал и сказал что нужно обязательно изучать английский язык чтобы читать научные статьи а если это вам кажется сложным сказал что не переживайте потому что даже очень глупые англичане неплохо говорят по-английски если вы умный человек то вы сможете выучить английский язык потому что научные статьи сейчас допишут почти целиком исключительно на английском языке и даже в омане вам это все пригодится так да а вот французский сто лет назад было бы идеально вот тогда научные статьи писались на французском языке значит сейчас расскажу еще один анекдот и если не будет вопросов на этом закончим анекдот связан с визитом в россию в конце 19 века знаменитого британского астронома и директора военно-морской обсерватории сша саймона ньюкома профессиональным астрономом он известен тем что он создал теории движения всех планет солнечной системы опять-таки вручную так я отвлекусь уже спрашивали луна пропала луна никуда не пропала сейчас новолуние в ее не видите потому что она на на небе днем одновременно солнцем подождите пару дней вы увидите узкий серп луны сразу после захода солнца никуда она не пропала ее просто не видно потому что затмение нет но она обращена к нам видимость страны обычная новолуния так вот про саймона ньюкома вот он совершал поездку по европе в том числе заехал в россию посетил пулковскую обсерваторию ему хотели сделать приятное и учили очень усиленно английский язык а тогда международным языком общения в науке был французский который знали все ученые ньюком в том числе а учителя английского языка не было поэтому учили по книгам и статьям его саймон юхом приехал пулковской обсерватории и торжественно встретили и и директор обсерватории белопольский произнес речь в честь гостя на английском языке как он думал ньюком это выслушал и в ответной речи которую сказал по-французски поблагодарил за теплый прием и сказал что вот он никак не ожидал что русский язык чем-то будет напоминать ему родной английский суть в том что то что пулковский астрономы считали английским языком ньюком посчитал русским насколько это было не похоже на настоящий английский язык так откуда получились море синий не понял последний вопрос от фисташек а синие звезды яркие очень ничего не понял кто открыл солнечное затмение кто открыл луну вот кто открыл луну и солнце тот же открыл солнечное затмение эти явления наблюдались древнейших времен задолго до того как люди какую-либо письменности забыли вообще культуры поэтому вопрос об открытии совершенно не стоит это говорят известно с древности это видели все кто смотрел так ну ладно да и на закуску я вам задам вопрос ответ на него найдите сами в одной из следующей лекции я вам его дам значит это не мистический вопрос значит былые времена появление комет предсказывала различные бедствия эпидемии не урожай голод войны смерть правителей и так далее эти предсказания всегда сбывались вопрос я вам отвечу на следующем уроке почему эти предсказания всегда сбывались сразу оговорюсь никакой мистики в этом нет объяснение совершенно рациональное все тогда спасибо время у нас достаточно много на стражилке не успели тогда давайте будем прощаться до следующей пятницы до свидания у нас у